Здравствуйте, с вами рубрика для Хеккер дома. Поздравляю вас всех с наступившим 2021 годом. Желаю вам всего хорошего в этом году. А сейчас давайте перейдем к нашей сегодняшней теме. Ежегодно 2 января отмечается необычный праздник день мягких подушек. Тем более, что после бессонно-самогодних ночей хочется зарыться в эти подушки поглубже и не влезать. Девочки, как вы думаете, всегда ли подушки более мягкие? Мне кажется, нет. Нет. Первые подушки появились в Древнем Египте и были совершенно не похожи на современные подушки. Вот посмотрите, как вы думаете, что это? Какая-то египетская статуя? Не знаю. Это своеобразные подушки, найденные в древнеегипетских захоронениях древних царей. Они были вырезаны из дерева или из камня и представляли собой завунутую дощечку. Но в отставке такие подушки использовали для того, чтобы сохранить сложную прическу своего владельца. Такие прически делались очень долго. Поэтому сами прически ходили по несколько дней. И чтобы им не испортить, во время сна пользовались такой странной подушкой. Девочки, а как вы думаете, а вот это уже что такое? Правильно. Это тоже подушка, только вырезанная из камня. Такие подушки пользовались популярностью в Древнем Китае. Они имели форму тигля и были изготовлены в твердых материалах. Дерево, фарфора, металла или камня. Такие подушки украшали ручные росписи. Они стоили очень недешево, поэтому были недоступны. Просто мы любим. Мягкие подушки придумали древние греки. Распространение среди знатных греков такие подушки получили в V веке н.э. Они были самыми разными размерами и формами. Наполняли их тоже самыми разными материалами. Шерстью, животных, соломой, тростником, травой, пухом или перьями птиц. А чехол сшили из толстой кожи или ткани. На Руси подушки тоже очень ценились. Они даже были частью приданого дедушки. Причем каждая невеста должна была иметь в своем приданом не менее шести подушек. Четыре обычные, по две для себя и будущего мужа. И две думочки для красоты. Бедняки набивали подушки сеном и конским волосом. А пуховые и перьевые подушки считались роскошью. Дружинники тоже не ходили в поход без подушки. Они набивали свои подушки крупами и овсом. Крупы они использовали в походах для себя, а овес накормят коням. В середине 20 века избрали искусственное волокно, которое на ощупь было неотлечимо от пуха. И подушки стали наполнять этим волокном. Эти подушки стали очень популярны, потому что их уже нужно было не стирать в стиральной машине и сушить. А вредные микроорганизмы в таких подушках не заводить, в отличие от подушек с пиплом. А в конце 20 века появляются октопитические подушки, которые обеспечивают правильное положение тела во время сна и обеспечивают шею длительную поддержку. В наше время подушки очень разнообразны и служат не только для сна, но и для украшения. Подушки-игрушки. Подушки-сердечки. Подушки-кактусы. А еще подушками, с помощью подушек можно травить бани. И на этом мы заканчиваем наш выпуск. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok